Всем привет! Я на связи. Голова мокрая, я в бане. Давайте-ка я вам расскажу про свою баню. А то там, когда я в прошлый раз парилась голая, что написали такого, кто меня парил. Парит меня банщик, который парит меня уже... Ой, даже не буду сговорить, сколько лет. Много. Банщику тоже много лет. Его зовут Боря. И вот он сегодня опять приехал и отпарил меня веником из липы. Круто, когда веник из цветущей липы. Он так пахнет невероятно. Очень круто. Кто из вас любит баню и кто парится вениками? Так, привет, привет, привет. Всем привет. То, что надо. Так. Шо, шо, шо. Повезло парню. Моя Алиса говорит, мама, ты не стесняешься голой быть в бане? И, ну, типа, ты не стесняешься Борю. А я всегда... Он мне рассказал просто еще 10 лет назад, что он слепой. Врет, наверное. Но говорит, что слепой ничего не видит. Вот. Я ему верю. Вообще такая доверчивая ужас. Как бороться с апатией? Слушайте, у людей, у которых нет времени ни на что, у них нет времени и на апатию. Поэтому занимайте себя чем-нибудь важным, любимым, и у вас не будет апатии. Замолчи! Блин, этот зверь все время гавкает. Вот эта вот шняга размером в 20 сантиметров и весом в килограмм гавкает по всей даче целыми днями. Что такое, что-то темно стало как-то. Почему, почему? Так. Скажите обузовой. А что ж говорить? Все и так? Ясно, понятно, ясно, понятно. Так, хоропарится. Давай в четверг покрасим волосы. А, Алешка, привет! Это мой прекрасный хайрдрессер. Кстати, тоже, с которым я работаю уже лет 15. Вы знаете, у меня все мои люди, которые рядом со мной находятся, которые со мной работают, которые там банюсь я, или делаю волосы, или живу с людьми. И я как-то с ними, со всеми очень в длительных отношениях. Это так смешно. И мои, которые работают со мной по работе. Вот тот же Артемий, который уже работает 7 лет. Няня у меня работает 15 лет. Там работница моя тоже работает 10 лет. Водитель. То есть у меня, если люди приходят, то уже приходят навсегда. Это так удивительно, что я так, если уже сцепилась с кем-то, то уже все. Это надолго. Мужа этого тоже. Мужа это тоже касается. Водитель мой, это с диеты. Вы знаете, я вообще так поправилась в последнее время. И потому что я не придерживаюсь диеты и им все, что угодно. Но поскольку у меня много было работы, то как-то это все горело. А поскольку я сейчас уже в отпуске, 3 недели, то, конечно, как-то даже спорт не помогает. Но ничего, придет сентябрь, придут каждодневные концерты опять. И я думаю, все слетит. Поэтому я не парюсь по этому поводу. Я очень люблю поесть. Я вот сейчас вам выставила в сторис офигительные. Сделала макароны с чернилами каракатицы. Попробуйте, это нечто. Конечно, я их все съела. И, если честно, не испытываю чувства вины по этому поводу. Хай, Буде! Так, парюсь много лет. Воскресенье. Где ваши дочки? Моя младшая дочка здесь находится. А старшая моя дочка в Лос-Анджелесе. Сегодня она сама лазила по Голливуду. И я, конечно, немножко так за ней волнуюсь. Но я думаю, что нужно детям своим доверять. Она же взрослая, 14 лет. Я думаю, что все будет хорошо. Хотя я и сказала, давай-ка, бери такси и вали домой. Так. Фигура супер. Ну, спасибо большое. Иди сюда, иди сюда, покажемся. Иди, иди, доча, иди. Иди к маме, иди. Иди, у меня еще одна дочка появилась. Иди сюда, иди. Иди сюда, иди сюда, мимишка. Иди, иди, иди сюда. Иди, иди, моя девочка. Ой, 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 какая. Смотрите, какая бочка. Я мими завела Инстаграм. Теперь помера... Как сказать? Мими, мими помера... Но, по-моему. Вот у нее теперь будет страница. Я с ней собираюсь сделать бизнес. Да, мими? У тебя будет 100 тысяч подписчиков. И мы будем рекламировать всякие... Всякие собачьи вкусняшки и там еще чего-нибудь. Попробуем еще заработать на собаке. Почему нет? Я считаю, что все в жизни должно монетизироваться. Так, сколько лет Алисе? Ей 7. Так прикольно, сердечки не заканчиваются. Да, очень приятно, что вы лайкаете, что вам нравится. Так, сейчас пойдем париться. Я сейчас буду делать скраб. Посоветую вам, если вы хотите. На самом деле я делаю очень такой классический скраб. Это кофе, соль, мед и овсянка. Овсянка запаривается. Добавляется кофе, который уже жмых из кофемашины, то есть использованный уже. Меда несколько ложек. И соль морская, такая средней жесткости. И, конечно же, тело посленило гладкое-пригладкое. Потом я еще ныряю в очень холодную воду. Купелька у меня есть. Я вам сейчас покажу. Хотите? Так. Давайте начнем, да? Пойдем тогда. То, если честно, уже эти комары жрут меня. Посмотрите, какая у меня тут красота. Не могу не похвастаться. Я очень люблю свою дачу. Это мой домик. Вот там бассейн. Вот там пляж. Это такая беседочка. Видите, она вся в сетке, потому что комары, чтобы не кусали. Вот. Я сейчас сделаю себе новые дорожки. Вот тут у меня есть такой ручеек. Вот она же оттуда идет. Вот. Там пляжик. Вон, видите, у меня есть две лодки. Одну я называю чайник, потому что она похожа на тость. Вообще не на чайник, даже на тостер она похожа. Это такой дом на воде. Кстати, могу вам сейчас провести по ней экскурсию, если хотите. Вот. Это моя баня. Я буду ее перестраивать. Видите? Вот у меня вот эти вот дорожки-то новые. Вот здесь вот были старые уже. И вот здесь вот я собираюсь в бане достроить такую стеклянную штуку, чтобы можно было зимой лежать на лежаках, чтобы был камин. Смотрите, какая красота. Блин, так люблю загород, конечно, очень сильно. Красиво, правда? Понтово-понтово. Вот. Это такой пляж у нас красивый. Очень красивые закаты у нас здесь. Видите? У меня тут такой вот эта лодка. такая скоростная у нас катер есть. Мы ездим на тот берег. Я так езжу на работу. Вот это вот, вот этот вот у меня чайник. Видите? Тут диваны. Внутри тоже диван. Там даже есть кухонька. Сейчас вам все покажу. Хотите посмотреть или нет? Вязи. Алло-алло. Угу. Выключите фильтр. Окей, хорошо. Сейчас сделаю. Сейчас сделаю. А как это делается? Вот так, да? Все? Ага, отлично. Ну, давайте еще раз. Вот. Вот такой вот у меня пляжик. Вот эта банечка наша. Вот это этот чайник, который... Она очень смешная лодка такая. Она тихоходная. И на ней так очень приятно путешествовать. Видите? Такие здесь диванчики. Внутри что есть? Тоже диван. Он раскладывается. Маленькая кухонька. Там еще один диван. Видите? Здесь пульт управления. Здесь, конечно же, есть туалет и душ. Здесь есть моечка, холодильник, микроволновая печка. Конечно же, есть музыка. Вот. А сверху, а сверху... Сверху очень прикольно. Там есть такое пати. Видите? Там такая большая площадка. Там можно либо загорать, либо танцевать. Вот такой вот тостер мы его называем. Она смешная, тихоходная, но очень-очень удобная. Клево, пишите вы. Да, да, неплохо. Так, переверну-ка я. Как мне перевернуть это все дело? А, вот так. Что-то как-то... Вот так. Все, иду я впариться в баню. Боречка, ну что, можно? Можно. Сейчас я покажу свой инфолоник. Он стоит на полосе. Что же он не работает? Вот. Вот это тот самый скраб, в который входит овся. Я его несу на улицу. Ничего не видно. Вот так. О! Вот сейчас сниму вам, скажу, три. Вот. Овсянка, кофе, мед и соль. Сейчас вот этой черной жижей меня намажут. Потом хорошенечко отскрабят. Потом веничком побьют. И вуаля! Я буду прямо как новая копеечка. Потому что за интернет. Плохой очень интернет. Ничего не видно и не слышно. Так вот. У меня все тут стройка идет. Потому что кто работает, тот много тратит. И вот я сейчас занимаюсь стройкой. Ребята, я пошла скрабиться. Пожелаю вам хорошего вечера. Всего самого хорошего. Пока.